Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я расскажу об ацетилсалициловой кислоте. Это препараты аспирин, кардиомагнил, тромбоаз и другие. Ацетилсалициловая кислота очень часто назначается нашим пациентам. Что очень важно, безопасно ли взаимодействие ацетилсалициловой кислоты с другими препаратами. Пример, взаимодействие ацетилсалициловой кислоты с алкоголем, с антиагрегантами, антикоагулянтами, гормональными препаратами, обезболивающими нестероидами и противовоспалительными, увеличивает риск кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Взаимодействие ацетилсалициловой кислоты с препаратами, которые снижают кислотность желудка, это группа препаратов антоциды, увеличивает выведение почками ацетилсалициловой кислоты, снижает концентрацию в крови ацетилсалициловой кислоты, следовательно, мы принимаем препарат, а должного эффекта от него не получаем. Что также интересно, взаимодействие ацетилсалициловой кислоты с обезболивающими препаратами, которые влияют на СОК-1, нестероидные противовоспалительные ингибиторы, может такое взаимодействие приводить к снижению действия ацетилсалициловой кислоты. При взаимодействии ацетилсалициловой кислоты с иммунодепрессантами увеличивается токсическое воздействие на почки. Что также интересно, при взаимодействии ацетилсалициловой кислоты с дегоксином увеличивается концентрация дегоксина в нашем организме. И тогда будьте очень внимательны и контролируйте обязательно концентрацию дегоксина в крови. При взаимодействии ацетилсалициловой кислоты с инсулином или стаблетированной формой антидиабетических препаратов усиливается гипогликемическое воздействие. Необходимо четко следить за цифрами сахара в крови, так как очень высок риск гипогликемии. Если эти все взаимодействия довольно-таки часто мы наблюдаем, то есть и взаимодействия, которые немного реже происходят. Это взаимодействие ацетилсалициловой кислоты с метатриксатом. При таком взаимодействии снижается действие метатриксат. Если эта информация была вам полезна, ставьте класс, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо и всем пока.